Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ в студии Дарья Янченко. Коротко о главных событиях. Как горело, это не передать. У меня как начало колотить. Я думаю, господи, я только ремонт сделала, потолки только стяжку сделала. Восстановить в кратчайшие сроки. В Углегорск идет экстренная замена сгоревшей кровли. Сами все делаем. И вода шьем сами, и газы сами делаем. Ловись рыбка. Рыбодобывающая отрасль Александровско-Сахалинского пополнилась еще одним предприятием. Мы отправляем после добычи трофей, какой он пожелает. Суровое предложение. Сахалинский туристический центр организует охоту на медведя. В Углегорске продолжают устранять последствия пожара. В экстренном режиме идет замена крыши в многоквартирном доме. Напомню, возгорание кровли произошло 22 апреля поздно вечером. Продолжается восстановление и в Холмске, где огонь также уничтожил кровлю 13 апреля. Ход строительных работ на особом контроле держит губернатор. Мария Рябова продолжит тему. Стук молотков раздается с 7 утра и до 10 вечера. И напряженная работа строителей дает свой результат. За неделю стропильную систему сдали на 100%. Полностью закрыли кровлю изоляционным материалом. Теперь пострадавшим от пожара холмчанам не страшны мысли о предстоящем дожде. Работа сделана большая. Вроде все довольны. По срокам мы идем. Даже чуть-чуть с обережением. На сегодняшний день мы должны полностью закрыть крышу от дождя. Последствия другого пожара, вспыхнувшего на неделю позже в самом сердце Углегорска, продолжают устранять. Кровлю многоквартирного дома объяло пламенем поздно вечером 22 апреля. Пенсионерку Зинаиду Скурикову, как и еще более сотни жителей, экстренно эвакуировали. Я вот там в том доме ночевала. Я не спала, я у окошка сидела. Потому что горит все это. Я смотрела, а спать я не могла совсем. В прошлом году дом на улице Победы в Углегорске попал под капитальный ремонт. То есть горела практически новая крыша. Сергей Плигин, сотрудник пожарной охраны, готовясь к смене в тот вечер, не ожидал, что тушить придется собственный дом. Его квартира на последнем четвертом этаже пострадала не сильно. А восстановление кровли началось на его глазах оперативно. Очень оперативно, молодцы. Прям вообще, я не ожидал такого. И низкий поклон, конечно, надо спасателям, которых приехали на разборку. Прям вообще. Мы стояли в оцеплении, они тут занимались. В пределах двух часов крыша уже была разобрана. Пострадавшим жителям выплатят из муниципального бюджета компенсацию. На это уже выделено 400 тысяч рублей. А восстановление кровли началось с возведения стропильной системы. За ходом работ в ежедневном режиме следит Александр Житков. Зампред регионального правительства контролирует процесс аварийного восстановления на всех этапах. Полномасштабные работы будут вестись без перерывов на праздники и выходные. Нам надо быстро закрыть крышу, нам надо ремонтировать там внутри свои эти четвертые этажи. Побелить или покрасить, или обои сделать. И я каждый вечер отчитываюсь перед губернатором о ходе выполнения строительных монтажных работ на строительной площадке. Поврежденная крыша, это 600 квадратных метров, должна быть восстановлена в кратчайшие сроки. К 1 мая строители должны сдать новую стропильную систему и накрыть кровлю изоляционным материалом. Все же работы, включая отделку фасада здания, должны быть полностью закончены к 1 июня. Мария Рябова, Евгений Кириллов, телекомпания ОТВ. Модернизация электросетевого комплекса в Сахалинской области начнется уже в этом году. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяка после встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Общение состоялось в Москве. На сегодня средний износ сетей по области составляет 60%. Частое отключение электроэнергии отражается не только на качестве жизни, но и на инвестиционной привлекательности. Олег Кожемяка предложил включить регион в действующую государственную программу энергоэффективности и развития энергетики. Программу мы уже в феврале туда отправили. Поэтому, безусловно, начнем сейчас работать пока за счет собственных источников, в том числе за счет средств корпорации развития Дальнего Востока. Уже с этого года начнется реконструкция линий. Думаю, поэтапно мы должны сделать так, чтобы энергоснабжение по всему региону было устойчивое. Второй вопрос касался переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года. На окраинах, куда переезжают люди, сейчас плохо развита инфраструктура. Причиной тому стала нехватка более удобных земельных участков в распоряжении местных властей. При этом в населенных пунктах области есть территории, принадлежащие Росимуществу. Передача их введения местных властей позволила бы решить этот непростой вопрос в интересах граждан. В результате беседы руководство Федерального агентства по управлению государственным имуществом получило от главы российского правительства необходимое поручение. Татарский пролив вернулся на берега Татарского пролива. Рыбодобывающее предприятие, когда-то существовавшее в Александровске-Сахалинском, вновь в строю. Как это повлияло на социально-экономическую ситуацию в районе, расскажут мои коллеги. Еще вчера здесь ничего не нарушало шум волн. Сегодня стучат молотки. На подступах к поселку Дуе развернулся рыболовецкий стан. На берег Татарского пролива вернулось добывающее предприятие с одноименным названием. Времени зря не тратя, сразу взялись за работу. Мы все делаем. Рыбаки должны все уметь. Мы делаем нащельники, чтобы кунгас не тек, чтобы не было в нем воды. А где это новая? Ну да, мы ее сделали, получается, законопадили, пролили. Ну, можно выходить, работать. Сегодня прибрежному лову мешают волны. Шторма здесь нередки. Добыча придет сама с приходом темноты. Ночной лов моевы – занятие привычное для жителей этих мест. В этом году Александровцам с моевой повезло. Подходы большого количества рыбы наблюдаются в течение всего апреля. В основном ловят ночное время. Вновь созданное предприятие «Татарский пролив» пополнило ряды рыбодобытчиков района. На сегодняшний момент на территории городского округа действующих три предприятия. Это «Татарский пролив», «РПП Александровская» и «Александровский залив». Я думаю, что с удачной рыбалкой будет у нас и налоги, будет рыба и будут рабочие места. Когда-то крупный промышленный центр, сейчас Александровский – город без больших предприятий. С возвращением «Татарского пролива» ситуация на рынке труда изменится, уверены сотрудники службы занятости. В свое время они с нами тесно сотрудничали и привлекали к рыбодобывающей своей отрасли наших безработных. Поэтому надеемся, что сейчас они продолжат это сотрудничество и наши безработные обретут на их предприятии работу. Добытые умой вы рыбаки планируют продавать по доступной цене жителям района. Уже сейчас готовятся к лову камбалы и летнему промыслу горбуши. Вера Рудакова, Максим Махин, Телекомпания ОТВ. Актуальные задачи системы общественного контроля в сфере ЖКХ обсудили в Сахалинском правительстве. На межрегиональном совещании поговорили и о последних изменениях законодательства, о современных подходах к воспитанию грамотного собственника и другом. Была необходимость, что называется, сверить часы, посмотреть, как работают коллеги здесь, рассказать о том, какие задачи актуальные видим мы. И, может быть, еще провести некоторые, так сказать, тестирования того, как некоторые программы сегодняшние реализуются в субъекте. Я считаю, что обмен опытом состоялся очень эффективно. И еще мы планируем сегодня обсудить отдельно вопросы развития кадрового потенциала, вопросы обучения. Но мне кажется, что такого рода мероприятия, они всегда полезны всем. Совещание инициировал Сахалинский центр общественного контроля. Участниками стали представители власти, общественности, а также сотрудники высших и средних учебных заведений. В четверг в рамках встречи проведут ЖКХ-диктант, урок по профориентации и конкурс мастерства. По словам организаторов, Сахалинская область подает позитивный пример для других субъектов. Морг Южно-Сахалинская Сергей Нацадин проверил ход ремонтных работ на улице Комсомольская. В связи со значительным объемом их было решено разделить на два этапа. Стартовала реконструкция с участка от Компроспекта до улицы Поповича. Здесь специалисты переложат все инженерные сети, входящие в границы объекта. В том числе ливневую канализацию, заменят асфальтовое покрытие, расширив дорожное полотно до четырех полос. Обустроят пешеходные дорожки, организуют наружное освещение и проведут озеленение. В проекте этой дороги растения полтора метра, соответственно, это еще очень молодые растения. Поэтому мы договорились, что надо пересмотреть эту часть проекта с тем, чтобы там, где высадка деревьев должна произведена, она должна произведена уже нормальными деревьями, крупномерами. Работы планируется завершить к концу июля. Затем по аналогичному принципу будет реконструирован участок от улицы Поповича до проспекта Победы. Полностью откроют проезд для транспорта в октябре. Жители нескольких домов в Южно-Сахалинске пожаловались депутату городской думы Александру Шерифулину на плохую работу управляющих компаний. Встреча с жителями проходила в рамках партийного проекта «Городская среда». Жители жалевались на то, что не могут выработать механизмы по взаимодействию с управляющими компаниями. То есть обращаются с жалобами, жалобы кладутся в долгий ящик и никто их не рассматривает. Для обсуждения наболевших вопросов прибыли представители управляющих компаний, департамента городского хозяйства, управления капитального строительства. Одной из самых острых проблем стала лужа, которую не могут убрать уже 20 лет из-за отсутствия дренажной системы. Эту тему Шерифулин взял под личный контроль. В этом году Туристический информационный центр Сахалинской области начал предлагать клиентам новый продукт – охоту на медведя. Теперь путешественники могут легально воспользоваться помощью опытных егерей. Встречают гостей прямо в аэропорту и отвозят на базу отдыха. А уже оттуда они отправляются в лес в сопровождении местных охотников. Подробности знает Анастасия Носкова. Сезон открыт. До конца мая охотники могут попытать счастье в добыче медведя. Их сопроводит долинский лесник Сергей Михайличенко. Охотник старой школы. Даже оружие у него образца 43-го года. Говорит, ни за что не променяет свой карабин на современную модель. Лично завалил двух медведей. Самый крупный – четверть тонны. Мужчина знает о хозяевах тайги почти все. Косолапы сейчас в основном собираются в устьях рек, где много рыбы. Но любят полакомиться и растениями. Видите лопухи? По сходу снега он приходит здесь кормиться корнями лопухов. Подает заявление на добычу бурого медведя егерь. Туриста вписывают документ коллективной охоты. Потом он проходит инструктаж. И в сопровождении матерых коллег отправляется в засаду. Или, как правильно говорят эксперты, лабаз. Это укрытие для охотников. В таком месте медведей подкармливают рыбой. Приезжих зверобоев встретят прямо в аэропорту и отвезут по желанию на одну из двух баз отдыха. Одна из них на озере Лебяжье. Новая. Тут можно и порыбачить, и уток пострелять. Кстати, в день можно добыть до пяти штук водоплавающей дичи. Еще одна база на Фирсово. Тут дух сурового мужского хобби чувствуется на каждом шагу. Здесь туристы могут отдохнуть сахалинским колоритом. Мы выставляем фотоловушки. По приходу медведя мы смотрим, в какое время приходит, когда приходит, в какое время суток. И также можем сообщить клиенту, что вот в такой медведь вышел, такая-то особь. Пожалуйста, можете приезжать. Но приезжает, конечно, со своим только оружием. Делить шкуру убитого медведя с егерями заезжим охотникам не придется. Туша полностью принадлежит покупателю турпродукта. Туристы не имеют права отстреливать медведиц с медвежатами. А средний вес добычи достигает 250-300 килограммов. Доходит и до полутонны. Такой трофей туристы могут забрать с собой. Анастасия Носкова, Максим Махин, телекомпания ОТВ. Президент Владимир Путин утвердил стратегию экологической безопасности. Она разработана впервые за всю историю страны. Одна из главных проблем – гигантские объемы мусора. По данным документа, в результате прошлой хозяйственной деятельности в России накоплено свыше 30 миллиардов тонн отходов. В этой связи депутаты Сахалинской областной думы разрабатывают свои инициативы. С бытовыми отходами. Тот же город Южно-Сахалинске есть проблемы. По чаще загрязненности атмосфера в Южно-Сахалинске. В Государственной думе как раз и возглавляет комиссию по экологии. Наш представитель коммунистической партии Российской Федерации Кашин Владимир Иванович. Поэтому, как говорится, флаг в руки. У нас возможности в этих вопросах большие. Партия «Справедливая Россия» рассматривает вот такой вопрос. Уборка в зимний период у нас снежных масс. Где у нас просто сейчас засыпается все песком. Масса песка, масса луж. Сейчас снег у нас стаял. Пыль, грязь и все остальное. У нас рассматривается именно такой законопроект, который контролировал вот эти работы дорожные в зимний период деятельности. Дорожных наших служб. Нынешний год у нас объявлен годом экологии. Политическая партия ЛДПР уделяет этому особое внимание. Будем делать упор на формирование, распределение бытовых отходов. Ну и будем предлагать свои программы по развитию в области у нас утилизации отходов. Детальный план мероприятий «Стратегии» правительство России должно утвердить в трехмесячный срок. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Какие чувства, что будет круто. На стажировку в Японию студенты Тымовского политехнического центра готовятся к поездке за рубеж. На низком старте сахалинские школьники начали свой путь к президентским спортивным играм. Продолжаем выпуск. Островной балалайшник Сергей Антонов стал дипломантом 16-х дельфийских игр России. Конкурс завершился 22 апреля в Екатеринбурге. Студент второго курса Сахалинского колледжа искусств выступил в номинации «Балалайка» в возрастной категории от 14 до 17 лет. Конкуренцию ему составили семь ребят из разных регионов страны. Члены жюри признали музыканта лучшим исполнителем произведения современных композиторов. Каждый год нужно, естественно, заявлять себя в конкурсах, чтобы на материке профессура знала, что есть ребята на Сахалине играющие. И, естественно, потом с намеком на будущее, чтобы к ним поступать. Всего в дельфийских играх 2017 приняли участие более 2000 талантов из России и стран СНГ. Кроме юного балалайшника, Островной регион о конкурсе представляли пианистка из Ахи, две художницы из Углегорска и Корсакова. А в художественном чтении выступала воспитанница Анивской школы искусств. А студенты-тамовчане, только что вернувшись из одной поездки, уже готовятся к другой. Ребята побывали в столице, где участвовали в международных соревнованиях. А теперь будущие ландшафтные дизайнеры пройдут стажировку в Японии. Все подробности далее. Как построить садовую дорожку и какого цвета должен быть грунт для цветов? Ответы на эти и множество других вопросов знает ландшафтный дизайнер. Обучение по новой для Сахалина профессии открыли в Тымовском политехническом центре. Специально сразу стало популярной. У нас дети учатся и с Александровсахалинского района, и со Смирныховского района, с Ноглик. Достаточно большой интерес проявили у нас дети в городе Южно-Сахалинске. Впервые тымовские садовые художники заявили о себе на региональном чемпионате WorldSkills в феврале этого года. Команда придумала и воплотила в жизнь проект мини-сада с водоемами и декоративными растениями. Их работа была замечена губернатором. Глава региона дал поручение отправить ребят на стажировку в Японию, в страну с многовековыми дизайнерскими традициями. Мы отработали программу стажировки. Запланирована стажировка на июнь месяц. Поедут ребята со своими наставниками. На пять дней будут посещены природные сады, которые были разбиты с помощью известных архитекторов и дизайнеров страны восходящего солнца. Они только что вернулись из столицы. Там приняли участие во дворочном туре WorldSkills. Для первого выезда на Большую Землю выступили неплохо. Мы заняли восьмое место из 13 команд, из 13 регионов. Стоит отметить, что это были ребята первого курса, команда первокурсников. И очень достойно мы выступили, вошли в десятку. И сразу, без перерыва, начали готовиться к новой поездке. Для этого им создали все условия. Производственных мастерских открыли специальный класс с настоящим грунтом и материалами. Ребята осваивают дополнительные профессиональные навыки, оттачивают мастерство и мечтают о путешествии. Что-то интересное, захватывающее, новый опыт, новые впечатления. Чувствую, что будет круто. В Саппоро ребята посетят водный сад, цветочный фестиваль и знаменитые парки камней. Их ждут мастер-классы и практические семинары. Вера Рудакова, Максим Махин, телекомпания ОТВ. О делах молодежных поговорили в Сахалинской областной думе. Председатель общественного молодежного парламента при Госдуме страны Мария Варапаева неделю назад заступила на новую должность. Первая точка общественницы на обширной карте страны стал Сахалин. Варапаева встретилась с министром спорта и молодежной политики Антоном Зайцевым и с представителями молодежного парламента. Мы проведем большой комплекс тренинговых занятий, образовательных лекций, где расскажем и об основах законотворчества, и проектной деятельности, расскажем об информационной работе. И самое главное, в наших проектах, которые уже, несмотря на то, что молодежный парламент Сахалинской области, молодежный парламентский центр недавно был сформирован, уже включились в работу. Возглавив молодежный форум парламентариев, на Сахалине Варапаева постарается подтолкнуть активистов к реализации идей и продвижению федеральных проектов. Подобный формат общения станет ежегодным. Сахалинские школьники постараются попасть на президентские спортивные игры. Отборочный этап стартовал 26 апреля. На протяжении двух дней юные атлеты будут выявлять сильнейших в беге, плавании, баскетболе и других видах спорта. За будущими чемпионами пообщался наш корреспондент. Не успел на стадионе «Спартака» таять последний снег, как на его дорожке уже высыпали десятки юных бегунов. До президентских спортивных игр остается всего четыре месяца. За это время нужно определить лучших в семи видах спорта. Апрельская погода несколько подмочила планах спортивных федераций. Выявлять сильнейших приходится в суровых сахалинских условиях. Все расписано по дням и даже некуда было перенести на другие даты, потому что вот видите, что происходит. Все сыро. И даже сегодня бежали очень скользко и тяжело. Несмотря на капризы климата, азарт в глазах юных спортсменов не угасает. Многие заявляются сразу в нескольких дисциплинах. Ученица шестой школы Южно-Сахалинска Вероника Косынцева чемпионка по настольному теннису. Но на всякий случай решила попытать счастье на легкоатлетической дорожке. Получается неплохо. Мы на теннисе тоже часто бегаем. Я привыкла бегать. И для меня скорость, ну, это как вторая я. По своим дорожкам все бегут, по своим. Некоторые имеют шанс попасть на будущие игры целой командой. Ученики школы номер 31 особых спортивных талантов в себе не замечали. Но проработанная тактика и слаженная работа помогла пронести эстафетную палочку к финишу раньше других. Тяжело в голове было. Победа, чтобы выиграть. Ну, главное не подскользнуться, не упасть для команды. Самый крупный из муниципальных отборочных этапов в Южно-Сахалинске. В нескольких легкоатлетических дисциплинах, баскетболе, плавании и других видов спорта сразятся представители 12 школ. Лучшие из лучших выйдут на майский областной этап. А его победители поедут защищать честь области в Краснодарский край. В этом году президентские спортивные игры пройдут уже в седьмой раз. Сергей Суханов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Какая погода ожидает Сахалинской области 27 апреля, узнаете после блока рекламы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР 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 ПОГОДЫ